Ну привет, дорогие друзья, спасибо, что на моем канале. Коротенький видос, коротенький видос на тему вот мотивации у людей. Короче, что я вам скажу. Есть чуваки, девчонки, которым надо, да? И они будут делать это всегда. То есть они будут находить время для того, что им надо. Они будут находить возможность. Они раньше встанут на 30 минут, на 40. Они найдут во время обеда время, чтобы сделать то, что им надо. Например, надо вам научиться играть на каком-то музыкальном инструменте, вы найдете время. Надо вам научиться водить машину, вы найдете. Также и с занятиями, с тренировками. Надо вам чувствовать себя в хорошей форме, не испытывать проблемы с лишним весом, вы найдете время для этого. Ну а когда, извините за выражение, чуваки, девчонки, весят по 100 килограмм, по 110, по 120, у них уже нарушение резистентности к инсулину, у них уже нарушена углеводная, мен жировой. Думаете, легко с этого состояния выйти? Очень, очень тяжело. Вы же все привыкли лежать на диване, ни хера не делать, порадовать себя булочкой, сырочком глазированным. Мало кто способен пахать просто, да? А для того, чтобы привести себя в более-менее нормальную форму, нужно хотя бы заниматься 2-3 раза в неделю. К сожалению, нами всем, всем, всеми, всеми нами руководствуется лень. Мы не способны просто сделать системные всякие движения. Плюс после картировки вы чувствуете боль в мышцах, не каждому это надо. Все привыкли балдеть по жизни, да? Я тоже балдею, но для меня мое физическое состояние, оно очень важно, я считаю, что чем лучше я себя чувствую, тем лучше я буду себя чувствовать в таком возрасте, уже на 50+. Поэтому я стараюсь следить за этим здоровьем. Сейчас я тренируюсь 3-4 раза в неделю. Друзья, это печально, потому что я смотрю на людей, которые младше меня лет на 10, меньше 34. Да они по сотке весят. По сотке, блядь! Ну как можно по сотке весить 24 года? А в 30 лет люди 120 весят. И они чувствуют себя прекрасно. Им секс не нужен. У них либидо низкая. Я уже там про другое молчу. Поэтому, если смотришь этот видос, поставь хотя бы дизлайк.